Глава 10. Разбивая проклятие. Внезапно я проснулась. Сердце бешено колотилось, и с трудом дыша, я жадно глотала воздух. Пришлось буквально заставить себя проснуться, чтобы избежать очередного кошмарного сна. Медленно открыв глаза, я посмотрела на потолок, куда падал сероватый луч утреннего солнца. Джона в кровати почему-то не было. Я прислушалась, не для его где-то в квартире, но не было слышно ничего, кроме шагов соседей по ступенькам. Но все равно, надо проверить, Джон. Мой голос даже для меня самой прозвучал как-то испуганно и по-детски. Его тон вызвал в памяти воспоминания детства, когда после страшного сна я звала маму. Сначала шепотом, а потом, убедившись, что в комнате на меня никто не набросится, кричала все громче, переходя на истошный вопль. Мама лежала ко мне бегом, но в этот раз ответа не было. Я снова позвала Джона, выпрямилась в кровати и посмотрела на часы. Я почувствовала, что вся мокрая от пота. В этот раз голос прозвучал несколько тише, более спокойно, почти как вопрос, но я уже точно знала по времени, что Джона нет дома. Как я могла проспать все утром, пока он собирался, и смотреть этот неприятный и тревожный сон, я попыталась встряхнуть с себя осадок этого ночного кошмара, чтобы не ходить под впечатлением весь остаток дня. За последние несколько месяцев меня время от времени посещали дурные сны, знакомые еще с детства. Этот сон охватывал меня жутким холодом примерно раз в году, а затем исчезал. Но теперь он настойчиво возвращался с возрастающей частотой, сначала досаждая мне ежегодно, потом беспокоя каждый месяц, а затем мучая каждую неделю. Наконец дело дошло до того, что его присутствие стало нарушать мой ночной покой каждую ночь. Последние несколько недель я боялась ложиться спать или даже закрывать глаза, потому что под покровом ночи мне приходилось одно и сражаться с этим наваждением. Мы с Джоном были молодоженами, и я каждый вечер просила его молиться вместе со мной, чтобы кошмары не посещали меня во время сна. Каждый вечер я засыпала в крепких объятиях мужа, старавшегося отогнать любое посягательство на мой сон, но тело Джона расслаблялось и погружалось в сон. Я же чувствовала, как ко мне подкрадывается страх. Я повторяла вслух 90-й псалом до тех пор, пока, наконец, меня не одолевал сон. Сначала сновидения были довольно радужными, но затем начинали меняться, словно кто-то переключил телепрограммы. Наконец программа была выбрана, и начинали транслировать ужасы, избавиться от которых я никак не могла. Сон от разу к разу несколько видоизменялся, но тема оставалась неизменной. Только он начинался, я тут же узнавала сюжетную линию. Я протестовала даже во сне. Только не этот сон, терпеть его не могу. Действие всегда начиналось дома у моих родителей. Я оставляла кровь своего детства радостной и возбужденной. Шла в гости к подружке, в школу или в магазин, куда именно я направлялась, не имела значения. Затем неожиданно все менялось. Я поворачивала за угол, и небо надо мной становилось серым. Делая шаг в темноту, на небольшом расстоянии я видела темный покров ночи. За моей спиной, всего в нескольких шагах, продолжало светить солнце. На мгновение я застывала между днём и ночью и понимала, что темнота вызвана не временем, а чьим-то тёмным и злоим присутствием. Я поворачивалась и бежала назад к солнечному свету и дому. Но казалось, будто я в плену серо-измущающейся тьмы. Я пыталась бежать, что есть сил, но безрезультатно. Солнечный свет оставался недосягаемым. Моё тело передвигалось очень медленно, словно пробиралось через чащу. На бегу я оглядывалась через плечо в глубокую темноту. В этот момент я замечала, как они идут. Идут не останавливаясь. Три тёмные фигуры приближались лёгким шагом, и расстояние между нами неуклонно сокращалось. Разрыв с их каждым шагом уменьшался, а я, как ни старалась убежать, не могла его увеличить. Я в ужасе отворачивалась от них и ещё больше прилагала усилий, чтобы отраваться от серой мглы. Но мои отчаянные попытки ничего не стоили по сравнению с их твёрдой мерной поступью. Вдалеке я могла разглядеть свой дом, но казалось, будто он на расстоянии ста миль. Приблизиться к нему никак не удавалось. Я снова озиралась и замечала, что тёмные фигуры подходят все ближе. Вскоре они были уже совсем близко, и я могла разглядеть не только их тёмные очертания. Меня преследовали трое мужчин, каждый из них — бродячий мертвец в разной степени разложения. Один умер только что и двигался безжизненно, другой наполовину разложился, а третий был чуть ли не скелетом с пучком волос на голове. Одежда отражала степи разложения. Один был полностью одетым, на другом была разорванная одежда, а клочья, прикрывавшие скелет, выглядели, как несчастные лохмотья, висевшие на тощих костях. Они шли плечом к плечу в идеальном марше. Не говоря ни слова и не обмениваясь даже взглядом, они стремились вперёд с одной целью — догнать меня. Я изо всех сил пробиралась вперёд сквозь тени, но лишь от одного брошенного назад взгляда, в том сне, меня охватывал невыносимый ужас. Когда они подходили ближе, мои движения становились все более неуклюжими. Мною все больше овладевали страх и паника. Я спотыкалась или падала на тротуар, по которому ребёнком бегала каждый день. Наконец я начинала кричать на них. Я понимала, что убежать не удастся. «Кто вы? Уходите! Вы — мертвецы! Оставьте меня в покое!» Они не отвечали ни слова и не останавливались ни на минуту. Казалось, они не слышат меня. Они подчиняли голосу какого-то невидимого повелителя. Я продолжала бежать, а они все шли, приближаясь ко мне с каждым шагом. Затем неожиданно они оказывались очень близко. На них было страшно даже взглянуть, и я начинала бросаться камнями и палками, но ничто не помогало. Да и с какой стати это моё оружие могло ранить их, если они уже и так были мёртвыми? Мои тщетные попытки защищаться только замедляли моё продвижение вперёд. Затем происходило самое страшное. Они догоняли меня, пытались схватить. Страх был настолько сильным, что я резко просыпалась. Я вышла из спальни и побрела на кухню нашей маленькой квартирки. В моей голове роилось множество вопросов, на которые я не могла ответить. Почему это происходит, ведь я молюсь и исповедую Писание? Разве Бог не сильнее этого сна? Почему Он не остановит его? Почему меня, у христианки, так мало сил и такая слабая защита? Зазвонил телефон, и я чуть не подпрыгнула от страха. Сняла трубку, да? Ответила я несколько нервно. Привет, дорогая. Не хотел бы удить тебя, когда уходил. Ты так крепко спала. Я знаю, что у тебя было несколько беспокойных ночей, поэтому хотел дать тебе возможность выспаться, сказал Джон. Жаль, что ты меня не разбудил. Мне опять приснился этот страшный сон, мне очень жать. Если бы я знал, то разбудил бы тебя, Джон. Почему это не прекращается? Я ведь молилась вчера на ночь. Я не знаю, честно признался Джон. Потону его голосом не стало ясно, что он тоже очень расстроен. Мы еще немного поговорили, а потом я повесила трубку и пошла в гостиную почитать Библию. Но, пытаясь взбодриться и сосредоточиться на смысле читаемых слов, я чувствовала, что голова словно в тумане. Казалось, что я все еще пытаюсь побороть тот кошмар. К тому же меня одолевала сонливость. Я то и дело принимала неудобное для себя положение, чтобы не заснуть, но мозг никак не просыпался. Я помолилась, Бог, покажи мне, что или кто может мне помочь. Почти в ту же секунду мне пришел на память человек, который взял надо мной шество. Когда я переехала в Даллас, я поднялась с дивана и позвонила ему из кухни. Мне удалось дозвониться до него, и со слезами я поведала ему всю свою историю, в конце пожаловавшись, как христианка, я не верю, что это и есть та самая жизнь с избытком. Он выразил полное согласие со мной и пообещал выслать мне три кассеты. Он хотел, чтобы я послушала их одна и после этого позвонила ему для разговора. Я попросила его выслать их как можно скорее, и на этом мы попрощались. Впервые я почувствовала проблеск надежды. Я открыла шторы, чтобы впустить в комнату яркое техасское солнце, и отправилась в душ. Ночью ужасный сон продолжился, но через несколько дней пришла посылка с кассетами. Я обрадовалась им, как подарку на день рождения. Я пошла в гостиную, приготовила блокнот, библию, фломастер-магнитофон. Я помолилась, «Отец, дай мне познать истину, и пусть она освободит меня. Открой мои глаза, чтобы видеть, открой мои уши, чтобы слышать, а мое сердце, чтобы верить во имя Иисуса. Аминь». Я поставила первую кассету. Качество записи было не очень хорошим, и я с трудом разбирала слова. Учил пожилой проповедник, говоривший о вещах, о которых раньше я никогда не слышала. Казалось, он точно знал, какие проблемы я испытывала. Он пояснил, что большинство христиан боятся обсуждать духовную брань, потому что верят, будто это только укрепит злые силы. Вследствие этого мы не можем твердо противостоять злу, а отступаем в страхе. Он объяснил, что сатана все равно действует в полную силу. Разоблачая его темные дела, мы подрываем его власть, а не увеличиваем ее. Он объяснил, что сатана — это законник, который выступает в роли обвинителя братьев. Нужно противостоять ему твердой верой и мечом Слова Божьего. Затем этот мужчина перешел к подробному учению о наследственных грехах и проклятиях. Первые две кассеты включали в себя учение, а третья представляла собой совместную молитву. Я читала вместе с ним местописания и узнавала истины, которые сейчас казались очевидными, но которые ранее я не замечала или отвергала. Может быть, вам эти истины не покажутся новыми, но в 1982 году они звучали довольно радикально. Одно из самых глубоких и сильных откровений, которое я усвоила в тот день, которым хочу поделиться с вами, заключается в применении обетования Бога в нашей жизни. Ибо все обетование Божие в нем да, и в нем аминь, в славу Божию, через нас. 2 Корреспондент 1.20 Какое потрясающее обетование! Независимо от количества или величия Божьих обетований, его ответ нам во Христе всегда положительный, всегда да. Позвольте мне проиллюстрировать это на примере из Ветхого Завета. Бог предложил Моисею и народу Израиля благословение и проклятие. Все собравшиеся, произнеся аминь, закрепили список благословений после каждого прочтения. Аминь означает «да будет так». Пример этому содержится в книге Второзакония. Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди господа, Бога вашего, которые я заповедую вам. А проклятие, если не послушаете заповеди господа, Бога вашего. Втор, 11, 26-28. Под законом каждому благословению прикреплялось проклятие на случай нарушения заповеди господа. Но Христос уничтожил власть закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Гал, 3, 13, 14. Во Христе мы наследуем благословение Авраама. Чтобы получить благословение Моисея, нам было бы необходимо принадлежать семени Израиля. Но благословения Авраама распространяются на язычников тоже. Во Христе все, кто когда-то был вне закона, были введены в Новый Живой Завет через веру. Итак, во Христе мы слышим просто «да», а не если соблюдишь закон, тогда будет «да». Мы слышим «да» во Христе. Обратите внимание на вторую часть стиха во 2 Коринфянам. «Ибо все обетование Божие в нем «да» и в нем «аминь». В славу Божию, через нас, 1, 20, мы говорим «аминь» или «да» будет так. Мы смотрим в Слово и верим о том, чтобы Слово стало плотью в наших жизнях. Мы верой применяем Слово. Мы подчиняем Свою волю и таким образом свою жизнь его истине. Когда говорим «я принимаю Твое запечатленное Слово в мое сердце, пусть все в моей жизни будет в соответствии с ним». Когда Слово обличает нас, мы коемся и подчиняемся его мудрости. Когда Слово бросает нам вызов, мы говорим «я верю». «Господь, помоги моему неверию». Мы заявляем «пусть Слово Господа пребудет вовек и прославится в моей жизни». В тот день, слушая кассеты, в зеркале Слова я ясно увидела сферы моей жизни, в которых мне нужно было отречься от прошлых связей с темнотой и испорядовать грехи отцов. Я могла видеть темные тени проклятий в своей жизни, в жизни своих родителей и их родителей. В то же время я увидела, что благословение Христа простирается надо мной и будущими поколениями в ожидании, как кто-нибудь встанет в проломе и скажет «да». Я испытала глубокое чувство ответственности, когда преклонила колени перед Господом, исповедовала и отреклась от своих грехов и грехов поколений моей семьи. Я почувствовала, словно вторыхом словам языки, теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Бойлом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Два пар, двадцать девять, десять, языки исповедовался в преступлениях отцов, а затем заявил о своем посвящении Богу. В моем роду можно было насчитать много поколений язычников с длинным списком прегрешений. Конечно, я не могла исповедовать грехи каждого из них в отдельности. Я не делала этого даже за себя, когда впервые призналась перед Богом, что я грешница. Но все-таки было кое-что конкретное, в чем я была виновата, и я знала об этом. 1. Связь с оккультизмом через астрологию, а также сомнительные книги, игрушки и фильмы. 2. Увлечение наркотиками и алкоголем. 3. Сексуальный грех. Я и понятия не имела о том, что даже незначительная связь с этими вещами потенциально несет в себе смерть. Я вспомнила, как читала книгу своих родителей, в которой подробно характеризовался каждый знак зодиака. Я также когда-то любила читать астрологический прогноз, пусть даже для забавы, но все-таки я его читала. Однажды на Рождество мне подарили доску для предсказания будущего. Я часто играла с ней, пока не испугалась, когда она задвигалась сама. До того как стать христианкой, я любила читать страшные истории и увлекалась всем сверхъестественным. Конечно, теперь с высоты лет я понимаю, что мной руководила жажда по божественным, сверхъестественным вещам, а я пыталась удовлетворить ее не тем способом. Тем не менее, все это навлекло на меня проклятие, а не благословение. Моя бабушка и отец были алкоголиками, и я сама начала выпивать в возрасте 14 лет. Я продолжала выпивать регулярно вплоть до 21 года. Я пробовала марихуану несколько раз и в колледже баловалась кокаином. Все это были бунтарские поступки, открывшие в мою жизнь дверь для проклятий. О неблагословении, размышляя над предшествующими поколениями в моем роду, я обратила внимание на следующие закономерности. У моей бабушки был рак, у мамы был рак, и у меня тоже был рак. Целых три поколения. Моя прапрабабушка дважды побывала замужем. Моя бабушка развелась, а потом снова вышла замуж за своего первого мужа. Затем опять развелась с ним и вышла замуж за своего второго мужа. После этого развелась с ним и в третий раз вышла замуж. Ее третий муж получил инфаркт во время жаркого спора. Мать моего отца дважды была замужем. Моя мама и папа развелись, снова поженились, опять развелись. Мой отец в конечном итоге бросил маму ради другой женщины, на которой официально так и не женился. У моей бабушки был выкидыш, при родах она чуть не умерла. У моей мамы было три выкидыша до нашего с братом рождения. Почему все это происходило и постоянно повторялось в нашем роду? Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину у отцов в детях и в детях детей, до третьего и четвертого рода, Исх, 34, 6,7. Я чувствовала, словно все это продолжится и повторится в моей жизни, моем браке, и если я допущу, то и в жизнях моих еще не родившихся детей. Бог показывал мне, как остановить распространение этих проклятий. Когда я прочитала это местописание, я увидела в нем и причину, и обетование. В этом порочном круге я была иногда третьим или четвертым поколением. Определенно это было причиной. Но в другом стихе я нашла обетование. Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои, Исх, 25,6. Я хотела стать первой в тысячи поколений, которые будут любить Бога и соблюдать Его заповеди. Мне предоставлялась возможность покаяться в грехах предыдущих поколений и заключить завет с милостивым Господом. Он просто ждал, когда я призову Его имя, и был готов протянуть свою любовь к целой тысяче поколений. Я затрепетала от восторга, когда поняла, какое действие окажет мой выбор на мою жизнь и жизнь тех, кто произойдет от меня. Благодаря проповеди на кассетах, мои глаза открылись еще на один вид рабства, о существовании которого я ранее не подозревала, и которое заключалось в душевных связях. У меня были нездоровые привязанности, с которыми нужно было порвать. Я верю, что мы можем разбирать области рабства и при этом не подчеркивать чрезмерную запутанность. Иисус изгонял бесов и освобождал людей, но никогда не проводил семинар на тему демонологии. В виде цепи он разрывал их, в виде бесов он изгонял их, когда он видел болезни и немощи, он исцелял их, когда он видел людей в узах греха, он прощал их и давал им способность идти больше не грешить. Я люблю Иисуса за то, что Он такой настоящий, реалистичный и практичный. Он знал, что я в плену, поэтому поместил в мои руки истины, способные освободить меня. Я, в свою очередь, теперь помещаю те же самые истины в ваши руки. Их сила неиссякаема, потому что истина нелицеприятна и освободит всех, кто обратится к ней и почтит ее. Что такое душевная связь? Простыми словами, мы должны быть в подобных вопросах, как дети. Она возникает тогда, когда две души привязываются друг к другу. Очевидно, что это может быть хорошим и плохим. Душа матери привязана к своему младенцу. Но когда сын вырастает и превращается в мужчину, отношения с матерью должны измениться, чтобы он смог отдать свое сердце жене. Душа мужчины должна быть привязана к его невесте, чтобы двое могли стать одной плотью. Он оставляет мать и отца и прилепляется к своей жене. Это полезные и здоровые связи, которые связывают и слепляют наши сердца в одно целое в любви. Здоровые связи, такие как эти, могут возникать и крепчать в дружбе. Давид и Анафон поддерживали именно такие отношения. Это описывается в следующих стихах, когда кончил Давид разговор с Аулом. Душа Анафона прилепилась к душе его, и полюбил его и Анафон, как свою душу. И Анафон же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. Один царь, восемнадцать, одна целая три десятых. И сказал Анафон Давиду, иди с миром. А в чем клялись мы оба именем господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семейным моим и семейным твоим, то будет навеки. Один царь, двадцать, сорок два. Этот союз и дружеская связь сохранила Давиду жизнь, а позднее, жизнь потомкам Анафона. Эти двое мужчин связали себя заветом, который стоил им комфорта и положения. Из любви к Давиду и из уважения к Божьему призванию Анафон уступил царские права на престол в пользу Давида. Я уверена, что у вас тоже есть такая дружба. Может быть, с сестрой или близкой подругой. Вы понимаете друг друга без слов. У меня такие отношения с нашими сыновьями. Временами я не просто знаю их мысли, но и чувствую их. До этого момента мы вели речь о здоровых связях между друзьями и родителями. Но давайте посмотрим более пристально на связи, которые формируются между мужьями и женами. Такие отношения начались с Адама и Евы. Это тайна. Двое становятся одной плотью. Один мужчина и одна женщина. Одна плоть. Вот как Иисус описывает это. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал? Того человек да не разлучает. МК 10.6.9. Очевидно, это относится к первоначальному плану в книге «Бытие», к чистоте предназначенных от начала отношений. Мужья и жены перестают существовать поддельности. Они — одно целое. Это слияние несет в себе силу и жизнь. Сначала в любви вместе соединяются души. Затем их любовь переходит в завет, клятв и обещание перед Богом. Апогеем этого является сексуальный союз, когда два тела соединяются вместе. В конечном итоге семя мужчин насаждается в чреве женщины и рождается жизнь. Муж и жена соединяются умственно, физически и духовно в сексуальном союзе. Это высочайший уровень согласия, потому что оно происходит на всех трех уровнях близости. До этого союза каждый человек самодостаточен. Но когда имеет место такое соединение, двое начинают существовать не отдельно, а вместе. Теперь вместе они сильнее, чем каждый из них мог бы быть в отдельности. Это не лишает их чего-то, но дополняет. Этим объясняется, почему происходит трагедия, когда двое, будучи одним целым, переживают предательство в виде прелюбодеяния или развод. Это ранит и разрывает их души. Только мужья и жены должны соединяться друг с другом на всех трех уровнях. В духе, душе и теле, это соединение душ может происходить в сексуальном отношении вне брака, так же как и в брачных отношениях. Когда мужчина и женщина вступают в сексуальные отношения, между ними возникает сексуальная и душевная связь. Иными словами, не бывает просто секса. Связь между двумя сторонами изменяет и ту, и другую сторону. И душевно, и физически. Недавно в одной из телепрограмм «Спиди» я услышала интересный факт. Когда вы вступаете в сексуальные отношения с кем-то, в действительности в биологическом отношении вы занимаетесь сексом с ними и с каждым, с кем этот человек состоял в связи за последние семь лет. Физические последствия этих связей сохраняются в течение семи лет. В книге «Бытие» описывается встреча между Диной, дочерью Лякова, и принцем Сихемом. И увидел ее Сихем, сын Емура и Янина, князя землетой, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Акова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихеме Мору, отцу своему, говоря, «Возьми мне эту девицу в жену, быт». 34.24. После этого душа Сихема прилепилась к Дине, и он захотел взять ее в жены. Обратите внимание на то, что сказано «сделал насилие». Его желание жениться на Дине не изменило факта насилия. Секс вне брака всегда будет нарушением закона, даже если вы помолвлены. Если бы Сихем взял Дину в жены, а потом вступил с ней в интимные отношения, то не произошло бы беззаконии. Если бы весь этот сценарий был разыгран в обратном порядке, все сложилось бы по-другому. Но давайте посмотрим на порядок произошедших событий, он увидел ее, испытал физическое влечение к ней, взял ее, лег с ней, надругался над ней, а затем его душа прилепилась к ней. Он полюбил ее, говорил с ней нежно, а затем попросил у своего отца разрешения на брак. Он все сделал наоборот. Если бы Сихем сначала поговорил со своим отцом и попросил разрешения жениться на Дине, все сложилось бы иначе. Интересно, разговаривая с Диной, сказал ли он ей, не волнуйся, все будет хорошо, я женюсь на тебе и все исправлю. Любопытно, что во всем этом деле не говорится о чувствах Дины. Ее изнасиловали ли соблазнили? Хотела ли она быть его невестой? Из-за случившегося складывается впечатление, что она просто была жертвой и не участвовала в беззаконии добровольно. Решения принимались без нее. Когда создаются нездоровые душевные связи, в них вместо союза и общения действует контроль и страх. В нездоровых союзах, как правило, жертвами оказываются женщины. Конечно, в этой истории нет счастливого конца. Принца убивают, один остается одинокой. В идеале, вы должны соединяться в сексуальном отношении только с одним человеком, потому что секс предназначен для соединения двоих в брачном завете. Тогда секс является не нарушением закона или насилием, а полной противоположностью всему и тому. Когда мы нарушаем этот порядок, мы позорим и оскверняем отношения между мужчиной и женщиной. Секс вне брака позорит брак, каждого его участника и Бога, но секс в рамках брачного завета прославляет Бога, а также мужа и жену. Вот почему нас призывают хранить брачное ложе в чистоте. Брак у всех добудет чести на ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Евр, 13, 4. Мы чтим свой брак, когда храним чистоту и бережем себя для будущего супруга. Мы чтим свое брачное ложе после свадьбы, когда не позволяем никому в прелюбодеянии и ничему другому лишить красоты сексуальную близость. Например, порнографии, мастурбации, извращению или нечистоте. Для меня все это оказалось новым. За плечами у меня было довольно бурное прошлое. А теперь, когда я состояла в браке, ужасные лица и воспоминания пестрого прошлого подняли свои головы и уставились на меня. Когда мы с Джоном оставались наедине, неожиданно в памяти всплывал отвратительный образ из какого-нибудь порнографического фильма, увиденного мной за пять лет до этого в колледже. Это сковывало меня в сексуальном отношении, поскольку мне было стыдно за воспоминания о прошлых сексуальных переживаниях с каким-нибудь бывшим другом. Это было ужасно. Конечно, ничто из этого мне не мешало, когда я была незамужней язычницей. Но когда я стала замужней христианкой, это действовало, как бомба с часовым механизмом. В то время как я должна была свободно отдаваться своему мужу, я чувствовала на себе цепи прошлого. В браке я ощущала себя связанной, хотя раньше в блуде не испытывала никаких комплексов. Как ужасно! Джон заслуживал всю меня без остатка, а я не была способна наслаждаться сексуальной свободой из-за своих прошлых прегрешений. Я боролась с нечистыми мыслями, образами, сравнениями и стыдом. Я противостояла им, но казалось, что безрезультатно, пока я не узнала о силе, заключенной в разрыве душевных связей и отречении от грехов поколений. Давайте рассмотрим цитату из Нового Завета, в которой затрагивается эта тема. «Разве не знаете, что тело ваше суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут и одна плоть, один корреспондент 6, 15, 16. Я не называю бывших друзей блудниками, тем не менее, здесь действует тот же принцип. Когда-то я совокуплялась с ними, а теперь состояла в Завете с другим мужчиной. Соединяясь и расставаясь с каждым, я вредила своей душе, пока, наконец, не начала чувствовать себя разбитой в сексуальном отношении. Когда вы разбиты, вам очень сложно полностью отдаться своему мужу, поскольку вы не чувствуете себя совершенной. Тот же самый принцип мешает сексуально разбитым или раненым женщинам выстоять под натиском искушений. Им сложно говорить «нет», даже если они хотят сделать это. Имя владевает либо похоть, либо чувство вины, а зачастую то и другое. Из-за этого им практически невозможно противостоять сексуальным домогательствам. Они становятся жертвами сексуального насилия и неразборчивости. К ним парней тянет, как магнитом, их берут силой, или они сами разжигаются похотью из-за прошлых связей с партнерами. Но невозможное без Бога становится возможным с ним, чтобы ходить в чистоте. Мы должны быть целостными личностями, и только Бог может восстановить и сделать нас совершенными. Только Бог может восстановить уважение к нашей сексуальности, если над нами надругались. Только Бог может взять нечистое и оскверненное и снова сделать его святым и чистым. Только Бог может дать нам украшение вместо пепла, которое мы принесем ему. В тот день я решила найти время и собрать свой сексуальный грех и стыд в одно пожертвование и всесожжение. На следующий вечер у меня была возможность принести все это Господу. Джона не будет дома, а я смогу провести необходимое мне время наедине с Господом в молитве. Я верю, что Бог обращает наше внимание на такие вопросы, когда мы готовы разобраться с ними, а я была готова. Возможно, эта книга в ваших руках, потому что Бог приглашает вас делать то же самое. У нас верный и сострадательный первосвященник, который знает нас очень хорошо. Он готов применить свой меч, чтобы отрубить все, что отделяет вас от него. Он хочет, чтобы были разорваны все нездоровые душевные связи и остались только здоровые. Он пошлет свое слово, чтобы исцелить и восстановить вашу душу. Его ангелы пойдут туда, куда вы боитесь ступить, и вернут вам каждый осколок вашей души. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евр, 1, 14. Ангелы. Хранители наших душ, они объект для поклонения. Они помогают тем, кто наследует спасение. У нас нет причин бояться их, потому что Бог велел им помогать нам. Я хочу пригласить вас найти время для молитвы и позволить Богу совершить очищение вашей жизни. Верен обещавший. Он вытащит вас из грязи и поставит ваши ноги на твердую почву. Но вы должны настроить свое сердце на его волну, и тогда он сотворит в вашей жизни свои чудеса. К такому нельзя относиться легкомысленно. Может быть, у вас даже возникнет желание пропустить обед или ужин и провести это время в поклонение. Я хотела бы, чтобы вы проявили особую чувствительность к водительству Святого Духа. Когда он нежно поведет вас в этом процессе и поможет вам отречься от каждого оплота тьмы. А что же насчет твоего страшного сна? Спросите вы. После того, как я провела время в молитве, отрекаясь от своего прошлого, он ко мне не возвращался. Пожалуйста, найдите время и поразмышлите обо всем, прежде чем приступить к делу. Может быть, вы можете сделать это сейчас. В таком случае останьтесь наедине с собой или близким другому молитвенным партнером. Вам придется произносить вслух ваши просьбы, отрекаться и отвечать Богу «Дай аминь». Я постаралась составить эту молитву так, чтобы в нее вошли местописания, потому что Слово Бога живо и действенно. Оно — обоюдоострый меч Духа. В конце главы я предлагаю вам местописание для самостоятельного изучения. «Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Твоего драгоценного Сына Иисуса. Я вхожу в Твои врата с благодарностью и в Твои дворы с хвалой. Меня переполняет Твоя щедрая милость и любовь ко мне, и я благодарю Тебя заранее за мощное дело искупления, которое Ты совершил в моей жизни. Сейчас я хочу заключить завет с Господом, Бойлом Израиля. Ты Господь, Бог неба и земли, великий и дивный Бог, который хранит свой завет любви с теми, кто любит его и слушается его заповедей. Пусть Твои уши будут внимательны, а Твои глаза открыты, чтобы услышать молитвы Твоей рабыни. Я исповедую свои грехи и грехи рода моего Отца, каждое прегрешение, совершенное против Тебя. Прости нас, потому что мы поступали нечестиво против Тебя. Мы были покрыты позором из-за грехов против Тебя. Но Ты, Господь, наш Бог, милостивый и всепрощающий, даже несмотря на то, что мы бунтовали против Тебя, не слушались Господа, нашего Бога, и не соблюдали законы, данные нам через Твоих слуг, пророков. Мы просим Тебя обрезать наши сердца и убрать грех, позор и стыд нашего пребывания в Египте. Я исповедую мой грех и грехи моих предков и отрекаюсь от любого участия в оккультизме, колдовстве и прорицании. Остановитесь и будьте чувствительны, чтобы добавить сюда все, на что укажет Святой Дух и от чего вы должны будете отречься. Сюда может относиться астрология, сеансы, фильмы ужасов, грязные игры, книги и так далее. Я отрекаюсь от связи со всем этим и разбиваю проклятие над своей жизнью и жизнями моих детей, их детей и внуков. Я исповедую мой грех и грехи моих предков в области злоупотребления наркотиками и алкоголем. Я отрекаюсь от этого. Отец, закрой любую дверь, которая была открыта в духовном мире для греха, рабства и огнета. Я отрекаюсь от связи с. Если это относится к вам, то назовите каждый наркотик конкретно, и разбиваю власть их проклятие над моей жизнью и жизнями моих детей, их детей и внуков. Отец, я исповедую мой грех и грехи моих предков и отрекаюсь от них в области сексуальных отношений. Я отрекаюсь от любой нечистоты, извращения, кровосмешения и нечистоплотности. Будьте чувствительны и назовите конкретно грехи, от которых отрекаетесь. Перечислите их ему без стеснения. Для него нет ничего тайного. Он уже знает каждый из них и хочет убрать тяжесть вины и стыда с вашей души. Сделав это, продолжайте дальше. Отец, возьми меч твоего духа и разруби все нечистивые сексуальные и душевные связи между мной и ей. Прислушайтесь к Святому Духу и назовите каждого человека по имени, если он подскажет вам. Возможно, это даже имена тех, с кем у вас не было сексуальных отношений, но были такие эмоциональные связи, которые могут быть только с вашим мужем или спасителем, произнеся каждое имя в отдельности. Помолитесь так, Отец, отправь своих ангелов и забери у этих мужчин, женщин, осколки моей души. Верни их мне своим духом, чтобы я была цельной, святой и отделенной для твоего благоволения. Отец, я отрекаюсь от влияния каждого извращенного и нечистого образа. Прости меня за то, что я смотрела на эти нечистивые и извращенные образы. Я заключаю завет в соответствии с Псалмом 100, 3 и буду хранить свое сердце, оберегая свои глаза. Я не буду помещать перед своим взором никакое зло. Я отрекаюсь от каждого нечистого духа и приказываю ему и его влияние уйти из моей жизни. Отец, омой меня очищающей кровью Иисуса, потому что только в ней есть сила очищения и искупления. Я посвящаю себя тебе как твой храм. Силой твоего святого духа убери всякую нечистоту из моего духа, души и плоти. Наполни меня присутствием твоего святого духа обильно. Открой мои глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы принимать все, что ты приготовил мне. Я принадлежу тебе. Распоряжайся моей жизнью. С любовью. Твоя дочь. Место писания. Псалом 100, 3, 2 Паралипоминам 29, 10-11, Нииме 1, 5-7, Данил 9, 8-10, Иисус Навин 5, 9, Матфея 10, 34, Евреям 4, 12. Второго Паралипоминам 29, 5,6. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok